Парень, которого я любил, знает о моих чувствах. Когда я жила в обители, он уделял мою много внимания. После того, как я вернулась из обитель к дому, мы стали реже видеться, меньше общаться. И я потерял смысл жить. Каждое утро я просыпаюсь смыслю о том, чем мне заняться, куда себя деть. Подскажи, как мне выйти из этого состояния. Второе. Несколько лет знаком с девушкой. В последние полтора года у нас появились взаимные чувства. Но сейчас из-за того, что мы не можем составить семью, мы дома и средств существовать вместе. Чувства у нее стали проходить. Как поступить в этом случае, когда от этого у меня сложно психологическое состояние, недовольство от собой? Вот это все, что сейчас названо. И призвано быть преодоленным в условиях того, когда вы, Божья, будете учиться ставить выше земного, природного. Потому что на самом деле, ваша жизнь зависит, конечно же, от природы тоже, но прежде от Божьего. То есть вы не животное, где прежде зависит все от природных инстинктов и программ, которые заложила природа. А так как телу вашему присущи, конечно же, программы той же самой природы, но самая главная зависимость в вашем развитии, она прежде находится в области Божьих истин. Научиться Божье ставить выше очень важно. Очень важно. Иначе перекос восприятия жизни и, соответственно, перекос в становлении природной семьи, вашей дальше, гармоничной, в развитии любви, он будет очень большой, этот перекос. Накладок возникнет очень много. Если вы Божья, вернее, любовь свою поставите выше Божьего, то есть некий культ возникнет, то есть когда свою природную любовь вы видите прежде всего как единственная, самая важная цель вашей жизни. Это будет означать одно, что вы природную любовь возводите в ранг какое-то культовое таинство. То есть оно как в виде Бога у вас существует в жизни, как самое-самое большое. Если так, вы заблокируете свою жизнь. То есть у вас будет разрушаться все в отношении этого любви. Вам никак она не будет даваться, эта любовь. Вы только будете ее находить, влюбляться, у вас будет уходить что-то случаться с тем, кого вы любите. Он будет либо умирать, либо что-то случаться, но вас будут сильно бить в этой области. Сама жизнь будет рвать вас с этой стороны, чтобы вы не делали это культом для своей себя, чтобы вы сумели даже в этих условиях Божья поставить выше. И это именно и происходит. Ведь сколько мы не смотрим вокруг, любовь нормально реализоваться никак не может у большинства из ваших собратьев, ваших родителей. Вы видите, сколько вокруг вас людей, а вы спросите, насколько они счастливы в любви. Вам редко будет удастся найти такие единицы, которые долго сохраняют свою способность реализовать какие-то качества любовные, хорошие. Это очень непросто. А это все связано с тем, что в свой чувственный мир человек ставит выше божественных истин. И он уже начинает блокировать. И чем сильнее он возводит в культовый ранг любовь природную, тем сильнее и мощнее будет удар в эту область нанесен. И это становится очень порой больно. Настолько больно, что мутится у человеческого сознания, он может даже просто попасть в психиатрическую больницу. То есть становится алкоголиком, чтобы как-то задавить это все. Становится наркоманом, чтобы как-то сбить эту боль. То есть он интуитивно ищет сразу методы, как снять вот эту ответственность. Потому что горение настолько мощное, что оно кажется, что все его тело превращается в один болевой комок. И он даже мыслить не может нормально. Тогда он тут всячески вот так вот хаотично начинает искать выход, хватаясь за все, что угодно. Вплоть до того, что может просто жизнь покончить самоубийством. Даже такое, оно вполне в этом случае часто реализуется. Поэтому, конечно же, в этом смысле вам надо обязательно учиться Божье ставить выше. Тогда вам удастся правильно проходить Божье эти горения, которые могут в этом случае возникать. И выжигая излишнее внутри вас, требования излишнее, ваша любовь будет становиться удивительной. То есть вы будете учиться так ее проявлять, ну как что-то действительно волшебное и цены, которому трудно будет какое-то наметить. Это будет что-то очень удивительное. Но любовь должна стать не в одной упряжке с требованием. Если возникают требования, вы сами перечеркиваете свою любовь. Вы превращаете в что-то очень нехорошее, нехорошее. А прежде именно так и происходит. Потому что вот эти расстройства, которые сейчас были названы запиской, связаны с требованием. То есть у вас испортилось настроение от того, что не реализуется желанное. Все, и вы теряете интерес к жизни. А любовь – это коренной интерес. Это основы, которые вас составляют, вашего эгоизма. Потому что это корни природы. И на этом, в общем-то, и строится человеческое общество, составляется семья, и считается это очень важным таинством в жизни. Потому что вы все мысли, как правило, с юности на это и направлены. То есть это же коренные интересы. И, конечно же, в этом затрагивается большая полнота вашего существа. И, конечно же, опять же, мы смотрим, если она не реализуется, вот эта полнота, то как будто бы теряется почва из-под ног. Как будто бы интерес к жизни действительно утрачивает смысл. То есть нет интереса. А что тогда? Не найдено больше ничего. Мужчине проще бывает. Он найдет в творчестве что-то. Он ударится в скульптуру, он станет философом. То есть это как вот есть такие же, тоже опять вы могли где-то в киноискусстве заметить такие выражения. Жениться всегда полезно. То есть если попадется жена плохая, станешь философом. Жена хорошая, будешь счастливым. То есть как-то так и есть выражение. То есть мужчина может найти, конечно, выход в этом случае. Он ударится в какие-то творческие изыскания. И до лампочками будут все эти природные явления. Но женщине немножко сложнее. Она в полной мере должна в этом реализоваться. И выскочить из этой трудности ей будет очень сложно. Поэтому, конечно же, ей будет больнее. В этом смысле. И тут даже и опасно. Поэтому, конечно, выстроить сейчас изначально правильное отношение к жизни, к любви, очень-очень важно. Поэтому учитесь терпеть вот это горение. А когда вы его терпите, не осуждайте, главное. Не требуйте ничего. Разрешите этому быть. То есть внутри себя разрешаете. Хотя это так больно. Так не хочется это разрешить. Тем не менее, разрешайте. Повторяйте про себя. Я разрешаю этому быть. Пусть оно будет так, как есть. Если это соответствует воле Бога, пускай оно будет так. Пускай оно будет. Я согласна. Или со стороны мужчины. Я согласен, чтобы это так было. То есть вы сами вслух проговорите эти фразы. Вы согласны. Если это воля Бога, вы согласны, чтобы так было. Да, это больно. Но пускай оно будет так, как будет лучше. Выразите вот это согласие и выражаете его постоянно, пока это все горит внутри у вас. Всегда возвращайтесь к выражению этого согласия. Это означает, что вы проходите правильно это горение. И если оно однажды уберет у вас эти чувства, не бойтесь, взамен им придет другое чувство у вас. Вы не бойтесь его потерять. То есть тут не получится так, что вы утратили его и все, никогда вы никого не полюбите. А это сразу мысль возникает. Ну все, я перегорел, никого я любить не буду. Или я никого не полюблю. Теперь все, мне все, не хочу ничего знать. Все, я пошла изучать астрономию. Нет, все это запросто, очень быстро, как только одно отгорело, тут же вас за углом подкарауливает уже это чувство. С другой стороны, вы опять ошалели, опять все поехало, крыша какая-то странная стала, не той конфигурации и все. Но на самом деле, конечно, если вы правильно это проходите, у вас не может быть такого пепла, где уже больше ничего как будто бы не вырастет. Зеленого и хорошего. Вырастет там зелень новая, красивая, с цветами удивительными, она обязательно появится. Не бойтесь, проходите это правильно. Но если идете, выжигая, ругая, проклиная еще, тем более часто по слабости, и такое может быть. Вот тут, конечно, вы выжигаете очень мощно, вы блокируете эту чувственную область у себя очень сильно своим подсознанием. Вы уже начинаете проявлять такую мощную блокировку. И тут у вас скажется очень негативно вообще на вашей физиологии. То есть у женщин возникает сразу серия заболеваний по женской линии, очень мощно начинает возникать. Вплоть до того, что там и раковые опухоли могут возникать. Именно вот этой серьезной, строгой, такой отторгающей вот эту область жизни, если у нее действие проявляется в психике ее, все, она допускает этому быть, то у нее мощно пойдет программа уничтожения ее физиологии. Это нельзя ни в коем случае делать, к этому надо осторожно, грамотно выстраивать свое отношение. Поэтому учитесь это правильно принимать. Не дается, не впивайтесь, как я же до этого сказал, когтями. Держитесь нормально. Держите себя в норме, контролируйте свои действия. И это им призвано вам помочь. Возможность уйти в молитву, возможность погружаться в песнопение, какие-то хорошие таинства. Вы танцуете, поете. Но пусть это будет трудно. Но входите в это, погружайтесь в эти хорошие таинства. И они будут помогать вам переключаться немножечко, передохнуть, дадут вам возможность. Хотя убрать огонь сразу, конечно, не уберут. Ничего. Но зато, когда это пройдет, у вас останется внутри хороший след, на основе которого вырастет еще более прекрасная любовь.